Объятия, поздравления, фотографии на память. Авроре четверть века. В гости пришли выпускники разных лет, просто друзья. В муниципалитете говорят о гимназии как об уникальном учреждении. Уникальный коллектив педагогический тут собран. Нет и кучки кадров, но тем не менее есть и основа коллектива, так скажем, старожилы, но и молодые, молодые учителя. Уникальная атмосфера. Когда заходишь в это учреждение, действительно видно, что это дом. Дом для учеников, дом для учителей. То место, куда хочется приходить. Евгения Шанько вспоминает ту самую семейную атмосферу. Посиделки во внеурочное время, лепку из глины. Это был один из первых наборов. В классе всего 9 человек могли уместиться на одном диване. Сегодня в гимназии 430 учеников, а Евгения – режиссер в трех танцевальных коллективах, которые базируются в городском театре. По ее словам, главное, что дала ей гимназия – это кругозор. Режиссер – это та профессия, которой нужно уметь все. Если ты будешь снимать фильм о медицине, ты должен знать медицину. Если ты будешь снимать о танцах, ты должен о танцах. И мне гимназия дала этот момент в моей профессии, что я понимаю, что если ты чем-то занимаешься, нужно знать хорошо все, с самых корней. Эстетизация гуманитарного образования. Так, в трех словах, в гимназии формулируют концепцию. Выставка работ – это одна из ее частей. Если по литературе проходят произведения, то его не просто читают, а ставят фрагменты в драм-кружках, пишут картины по мотивам или на близкие темы. Человек третьего тысячелетия должен владеть информационными технологиями, при этом оставаться человеком. Богинский Дмитрий Павлович, так он себя отрекомендовал, носит белый шарф. Идею предложил классный руководитель. Сегодня у десятиклассников есть ощущение клуба и готовность передать традиции тем, кто придет следом за ними. Джентльмен, он не только, который шарф оденет, он внутри джентльмен, он должен наступать девочкам, помогать. И те, кто одевают сегодня этот шарф, это не просто люди какие-то, а это уже настоящие джентльмены. Гимназия – региональная площадка для стажировки учителей русского языка в рамках федеральной целевой программы. В минувшем году учреждение заняло первое место в краевом рейтинге. Для нас это почет и самое главное – это большой труд моих коллег, и я это очень ценю. Для этого только кропотливый труд и профессионализм учителя, я считаю. И, конечно, трудолюбие наших детей, безусловно. Среди текущих задач – выходить на уровень страны, чтобы ученики занимали места на всероссийских олимпиадах, педагоги побеждали на отраслевых конкурсах, а сама гимназия вошла в пятерку лучших учреждений России. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.